Всем привет! Сегодня у нас обзор прицепа фирмы Tavios, модель Start 2515. Так, сейчас мы его по кругу обойдем и начнем обзор. Были у нас данного завода прицепы уже на обзорах. Это предыдущая модель 2513 и следующая 3015. Есть небольшие различия по ходу обзора. Я постараюсь, если не забуду, на них обратить внимание. Так, прицеп 2515. Это означает, что размер кузова 2,5х1,5. Высота бортов здесь 32 см. Так, на видео прицепы базовой комплектации. Вот это вот его базовая комплектация, достаточно хорошая. Прицеп визуально мне очень нравится. Ну, вот, наверное, самый такой нарядный из того, что я встречал. То есть, как-то все вот так вот красиво. И катаходы, и подножки, и крылья такой формы интересные, и жесткие крылья. Ну, давайте тогда по порядку. Так, прицеп у нас оборудован степным устройством. Степное устройство у нас на 800 кг. Как и на других моделях фирмы Tavios. Здесь у них интересное решение. Для того, чтобы мы могли вот это степное устройство регулировать по высоте. Без дополнительных каких-то проставок. Потому что иногда бывает машина заниженный паркоп. Бывают внедорожники, наоборот, высокие. И чтобы у нас был в максимально горизонтальном положении прицеп. Нам необходимо как-то вот эту высоту регулировать. Здесь сделано так, что мы вот это степное устройство можем в четырех положениях переставлять. То есть, мы можем его первое положение чуть-чуть пониже, чем сейчас. Мы его опускаем полностью под вот эту балку. То есть, вот сюда вот. Здесь вот будет оно. Второе положение так, как сейчас. Третье положение будет на сантиметра три подняты под вот этой пластиной. И четвертое положение будет уже вот эта вот труба фиксироваться сверху сюда. Это все переставляется. Ну, допустим, вот от этого положения в четвертое мы можем просто их переставить. Если вот сюда или вниз, то надо будет вот эти вот площадки снимать и менять местами. Ну, в общем, это один раз настроить под свою машину и можно будет эксплуатировать. Так, дальше у нас оборудованная вот такая цепь с двумя карабинами. Мы сейчас ее, как положено, под болт не фиксируем, потому что не знаем, какой хозяин будет, в какую машину будет браться прицеп. Может быть, надо покороче сделать, подлиннее, либо будет удлинитель дыша ставиться. Ну, в общем, здесь уже мы, наверное, на усмотрение хозяина оставляем это так. Вот, можно, в принципе, пока что так накинуть. Можно провести здесь и карабинами цеплять. Ну, в общем, здесь на усмотрение. Так, что-то у меня тут помощник пришел и завалился. Охраняет. Так, дальше у нас здесь площадка, руковое отверстие. Это специально вырезано для того, чтобы штекер у нас не болтался. Мы могли его туда поставить. Здесь у нас дышло, подышло, сейчас расскажу. Дышло металл толстый, достаточно. Это тройка. Здесь у нас высота профиля 100 миллиметров, 10 сантиметров. Здесь у нас 3 сантиметра, то есть 30 миллиметров. И, помимо того, что это такой высокий профиль, да, и он не P-образный, у него еще вот сюда загиб, то есть ребро жесткости дополнительно идет. То есть дышло, вот это вот, очень мощное. Несмотря на то, что оно не четверка, как у некоторых, да, а идет 3 сантиметра. Но за счет вот этого дополнительного ребра, толщины металла, ну, достаточно жесткое. Недостаточно, а проверено, что прямо реально жесткое. Так, башмаки идут здесь у нас на таких вот креплениях. Очень удобно. Если что, нужно его сняли, подставили. Поработка вся идет у нас в гофре. Вот здесь заложена она. Не видно, не цепляется, ни за что, ничего. Так, система самосвал у нас на таких вот, вот такой толщины, вот такие вот замки, мощно все, качественно. Два замка таких у нас стоит. Передний борт у нас в базе открывается. Вот здесь замочки на него стоят. Здесь петли быстросъемные. То есть мы шпинт вытащили, палец убрали. Все, борт сняли. Опять же, здесь все на заклепках. Вот эти бабушки для фиксации тента у нас металлические. Здесь у нас, вот завод предлагает вот эти отверстия. Они уже выполнены с резьбой. То есть мы можем уже не докупать какие-то крепления. Если нас устроит место расположения заводного колеса здесь, то мы можем заводное колесо устанавливать на этот борт. Так. Спереди у нас здесь ходовые огни светодиодные. Сбоку у нас вот такие вот четыре крюка для фиксации груза. То есть это с внешней стороны стоят спереди, сзади, с одного борта и другого. Вот такие вот четыре крюка. То есть можно что-то там накрыть, может быть, каким-то пологом. И здесь фиксировать, ну, лишним не бывает такие штучки. Так, вот такие вот, когда прицеп приходит, вот в каждая деталь вот так вот проверена, вот такая и так далее. То есть все детали приходят вот с такими наклейками. Сейчас уже, ну, больше, наверное, чем полгода мы, да нет, больше, наверное, около года мы продаем вот эти прицепы. И сколько у нас было поставок, у нас еще ни разу не было такого, чтобы прицеп пришел и что-то не хватило. То есть прицепы приходят полностью, все комплектующие приходят запакованные, на каждой коробке вот такие вот наклейки проверено, вот такая и так далее. То есть здесь я, конечно, ну, есть с чем сравнивать и скажу, что, наверное, единственный завод, с которым мы работали, мы работали с семью заводами и работаем до сих пор, наверное, с четырьмя заводами. Вот, бывает у некоторых, у кого-то чаще, у кого-то реже, какие-то недокомплекты, что-то такое, вот бывает. Ну, человеческие факторы, бывает. Бывают какие-то заводы прям постоянно что-то косячат. Но здесь тарелся пока что за год, вот тут вот, фу, все отлично. Ну, прям реально, все и сборщики у меня там, они все довольны, ничего не надо. Все сделано, поддогнано, то есть все, каждое отверстие, ничего не надо вбивать, вхалачивать и так далее. Здесь по качеству очень, очень классно. Так, рама у нас также. Вот рама у нас здесь, шертик у нас. Ну-ка, перестань. Все, хватит. Так, вот здесь у нас шильдик. Так, резер. Ну-ка. Здесь у нас шильдик. Здесь вин номер у нас на раме. Рама тройка у нас идет. Также металл. Вся подвеска на вот таком подрамнике. Вот он будет туда выходить. Подрамник у нас четверка. И к местам крепления каких-то узлов к подрамнику также идут. Сейчас покажу. Вот такая вот из пятерки пластины. То есть получается здесь пять, здесь четыре, девять и три, двенадцать миллиметров толщина. Вот именно где какие-то силовые нагрузки идут. Это один сантиметр и два миллиметра. Это толщина огромная. Вот мы видим здесь рессора. Также у нас идет рама, потом подрамник и вот такая вот у нас здесь толщина. То есть прямо, ну, очень мощно. Так, здесь у нас идут ступеньки, крылья. Такой вот вариант крепления крыла идет к ступенькам. Ступеньки здесь пишут 50-50 килограмм. Ну, 70 держат они точно. Так, крыло само также из такого жесткого пластика. Ну, мой вес выдерживает килограмм 60-70. Тоже на него можно вставать. Колеса у нас идут на 13 в базе. 4 на 98 разболтовка вазовские ступицы. Так, ступеньки у нас, подножки с обоих сторон крыла. Брызговики идут. Здесь вот до сюда вот идет практически больше 50% рамы у нас. И закрыто подрамником. Так, здесь у нас тоже катафоты все на болтовых соединениях. Сзади у нас также в базе уже идет тавелос. Вот это вот рамка под номер. Дополнительная подсветка номера. Здесь идет в фонарях окошки для подсветки номера противотуманка. Все спрятано у нас, ничего не торчит. Дополнительно стоят вот такие вот ручки. Они используются где ступное устройство. Я не показал, не обратил на это внимание ваши. Вот такие вот ручки стоят на две штуки на сцепном устройстве, чтобы можно было за них держать, катать, перевозить. Здесь они стоят, ну, больше, наверное, для безопасности. Ну, и для того, чтобы небольшие прицепы можно было поставить на попа, ну, как бы не повредив вот эти вот световые борта, не замять. Ну, в общем, такие вот штучки у нас стоят. Так, здесь у нас справилась. Сейчас я борт задний открою. Вот у нас борт. Борт очень плотно. У нас примыкает. Здесь мы видим вот такой вот профиль. То есть, борт не просто куда-то, он сюда вот упирается. Все четко, жестко. Ну, опять же, повторюсь, по качеству мне очень нравится, как сделано. Здесь у нас фанера 9 миллиметров. Она утоплена. Вот такой вот кантик у нас здесь идет. То есть, если что-то мы сюда будем толкать, заезжать, то мы не сдерем панеру. Передний и задний борта, когда открываем, вот такой вот у нас вид. Вот это вот у нас защищает. Так, что здесь у нас интересного? Здесь у нас вот такие вот цепочки с карабинами. Сейчас я вот так вот фиксирую. Карабин можно снять и для чего-то другого. Но на заводе позвонил, я уточнил, что карабин, они говорят, что вот эти вот, когда сняты, они карабином вот сюда цепляют. Ну, я вот так вот нашел такое положение. Оно получается у нас как раз. И карабин освобождается для каких-то более интересных нужд. И быстро все, и заглушку нам не надо эту снимать. Так, здесь у нас вот такие вот такелажные петли. Вот их всего 12 штук по всему периметру. То есть 6 вот таких утопленных, которые мы поднимаем, здесь фиксируем, стягиваем. И 6 вот таких, которые к бортам. Борт достаточно жесткий, много ребер жесткости, не прогибается, не болтается. 1,2 мм толщина. Ну, за счет, опять же, вот этих ребер жесткости у него очень хорошая такая жесткость. Так, сейчас я еще передний борт откину. Замотчик здесь не открыл. Не открыл. Так, вот так вот у нас выглядит. Ширина полтора метра. То есть все, что у нас полутораметровое, спокойно уже сюда входит. И по длине мы здесь не переживаем. Если что-то не хватает, мы борта либо снимаем, либо вот так откидываем. И мы уже уменяем кузов тем самым. Так, сейчас я покажу. Вот мы видим. Вот он закрывается. Вот он так вот упирается. То есть все здесь очень жестко. Так, самосвал у нас. Вот такие вот у нас петли. Все проварены, обварены. Ничего не разогибается. Все регулируется, шплинтуется в движении. Так, вот так вот мы подняли кузов. И здесь мы можем какую-нибудь мототехнику, либо что-то затащить. Можем также лебедку установить и с помощью лебедки уже затаскивать сюда, подложить, что-нибудь, чтобы не царапать, и волоком что-нибудь затащить с помощью лебедки. Так, снизу у нас идут поперечные усиления. Вот такие вот их... Вот мы видим, да, их четыре штуки. Четыре штуки. Рессора у нас пятилистовая. Вот обычно я встречал, что чаще всего ставят четырех. Здесь вот поставили пятилистовая рессора, амортизаторы, балка очень мощная. Так, что здесь еще интересно? Можно ставить рессору на данном прицепе как под балкой, занижая тем самым дорожный просвет. То есть кузов прицепа будет ниже на 10 сантиметров. Либо же наоборот, если по бездорожью или нам необходимо поднять кузов, то мы тогда рессору поставим на балку. Вся подвеска у нас поднимется на 10 сантиметров. Так, резиновые отбойники стоят. Так, ну что еще? Вот так вот выглядит самосвальная система. Так, пластина. Ну, здесь шестерка. Сейчас я попробую здесь показать. Вот эта пластина. Вот она. По-моему, здесь минимум... Да, не минимум. Здесь... Да, минимум шестерка. Шесть миллиметров. Толстенная пластина стоит. Вот. И на этой пластине уже крепится... Дышла к вот такому вот узлу, который также здесь на подрамнике. Ну, все с запасом. Так. Что здесь еще интересного у нас? Сзади хотел показать. Вот данная система рессора. Это вот типоалка называется. Где задний скользящий конец. Вот он поближе. Здесь натавился вот такая вот съемная пластина для... Ну, чтобы вот эта рессора, она не... по раме не терлась, не стирала, да. А вот такая вот противоизносная пластина ставится. То есть она может... Можно ее вот так отогнуть, стянуть и вытащить, поменять на новую там. Или вот это. Ну, и там... Не знаю, насколько... Ну, сто лет хватит. Ну, образно говорю. Вот. Ну, в общем, тоже такая интересная штучка. Я тоже не встречал раньше. Так. Ну, вот в принципе... В принципе... В принципе, вроде... Все, что помнил. То, что попалось на глаза. Все рассказал. Так. По прицепу. Ну, данную модель просто я не успевал. Все, как-то по ней обзор сделать. Вот. Отзывы очень хорошие. Буквально на днях тоже клиент приезжал, докупал опорное колесо. Так. Вот. Кстати, здесь с обоих сторон у нас отверстия. Вот с этой стороны, с той стороны отверстие есть для установки подкатного колеса. Так. И вот человек покупал у нас прицеп. Приехал, рассказал, тоже, говорит, очень доволен данный прицеп, эту модель. Говорит, выехал плитку покупать. Боялся много грузить. 500 килограмм. Потом посмотрел, что-то вообще прицеп. Даже такое ощущение, что ничего не почувствовал. Говорит, тонну загрузил. Смело поехал, говорит, вообще очень довольный. Прям приехал за благодарностью такой. Ну, меня тоже это порадовало, потому что я как бы не так давно продаю вот эти прицепы Тавилос. Ну, и очень мне важны отзывы. Отзывы людей действительно хочется адекватные. Они такие, как иногда бывают. Вот, я там вижу, вы там показали что-то вот здесь. Жестянка, фольга, там и так далее. Ну, я, ну, вот, по моему мнению, ну, ни жестянка, ни фольга. Здесь достаточно хороший металл. Мы их таскаем, они реально тяжелые. Есть с чем сравнивать. Металл тройка. Тройка, ну, вот некоторые заводы, ну, недорогие прицепы. Они вообще из блойки делают рамок. Здесь тройка, тройка. Большинство прицепов такого сегмента из тройки. Поэтому, ну, жесткость и прочность этого прицепа превышает заявленные характеристики. Заявленные характеристики у него 750 килограмм полной массы. То есть, прицеп сам, по-моему, 250 и, соответственно, оставшиеся это и его технические характеристики, показатели. Вот, ну, по факту, вот, по отзывам, да, что тонна, спокойно и катали там весь день. И, в принципе, никаких там намеков на то, что прицеп себя так-то плохо ведет. Так, дальше, что у нас может быть еще к этому прицепу? Вот такой вот, сейчас покажу. Удлинитель дышка. Длина его метр. Вот так, по всей длине отверстия, на которые он может переставляться. Удлиняет он прицеп на 70 сантиметров. То есть, вместо вот этого отрезка трубы, мы ставим с такой поставкой, чтобы внутри будет вот эта вот, вот эта часть трубы, она будет у нас вот здесь внутри стоять, чтобы эта жесткость была хорошая. Вот, и вот такой вот, в принципе, удлинитель. Проводка здесь позволяет, вот здесь вот мы ее не прятали, оставили. Ну вот, проводки этой будет достаточно. Так, что еще? Может, вот такие вот штучки кому-то пригодятся. Сейчас я покажу. Вот такие вот пластины. С таким пластином можно на борт крепить. Это когда мототехника заезжает, антипробуксовочная пластина, она оцинкованная. Вот такие здесь вот выбиты отверстия. И они как раз и сделают такую вот поверхность неровную, по которой можно заезжать. Так. Ну вот, в принципе, наверное, все, что хотелось показать. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...